Друзья, всем здравия! Сегодня в этом видео я вместе с вами хочу приготовить из натурального коровьего молока мацони с помощью своего дегидратора Рамит Мадер и закваски от Багздрав для мацони. Почему я решила приготовить мацони из молока коровьего? Ведь я ем исключительно какие-то сыроедческие, веганские, овсяные продукты на заквасках, пусть даже. Да потому что мои домашние не хотят из овсянки есть никаких кисломолочных пробиотических продуктов, а я хочу, чтобы они употребляли тоже, так же как и я, пробиотические полезные продукты для восстановления микрофлоры кишечника. И так как они едят на коровьем молоке, я сделаю им на коровьем молоке, но с помощью вот такой вот домашней натуральной закваски от Багздрав для мацони. Для приготовления этого мацони я взяла уже заранее, согрела ровно 1 литр молока. Я взяла книгининское молоко, пастеризованное, 2,5% жирности. Но я думаю, что подойдет любое. Также я взяла и отрезала от стика верхушку, ведь одного стика хватает на 5 литров мацони. И я решила ради экономии поделить этот стик на несколько приготовлений своего мацони. Высыпаю сюда часть пакета, не больше половины, для того, чтобы мне хватило еще на несколько доз. Затем, а молоко у меня теплое, как я вам сказала, затем все это закрываю и вот такой вот прищепкой герметично закрываю, убираю в холодильник до следующего раза. Размешиваю тщательно эту закваску в молоке. Кстати, эти закваски неплохо растворяются в молоке, то есть некоторые остаются как бы отдельными комками, а здесь вот, как я вижу, распределяется закваска по молоку неплохо. Готовое молоко, размешанное с закваской, закрываю сверху закручивающейся крышкой и ставлю в мой дегидратор Рамид Модерн для того, чтобы при температуре плюс 40 градусов Цельсия постояла вся эта моя смесь от 5 до 10 часов согласно инструкции по приготовлению. Ну согласитесь, куда уж проще. Просто молоко смешать с закваской теплое, поставить какое-то теплое место на 5-10 часов и мацони настоящий домашний натуральный пробиотический готов. Если мы обратимся к инструкции для того, чтобы озвучить пошаговый рецепт приготовления мацони, то инструкция будет такова. Наливаем в емкость от 1 до 5 литров кипяченого или пастеризованного молока температурой около 40 градусов. Помешивая, добавляем в закваску до полного растворения. Молочную смесь оставляем где-то на 5-10 часов при температуре 40 градусов. А после истечения этого времени убираем в холодильник не менее чем на 2 часа. И все, продукт готов к употреблению. Готовый продукт хранится в холодильнике не более 3 суток. Но я думаю, что дольше этого времени он и не простоит. Итак, давайте запустим мой дегидратор. Ну что ж, друзья, простоял у меня мацони в моем дегидраторе при температуре плюс 40 градусов по Цельсию 5-6 часов. И не сквасился, оставался жидким. Поэтому я оставила его там еще на несколько часов. В общей сложности 8 часов ему потребовалось для того, чтобы стать густым и таким, знаете, крепким. После 8 часов в дегидраторе при температуре 40 градусов я поставила свой мацони в холодильник. И всю ночь он у меня простоял там. И давайте посмотрим, что получилось. Я, если честно, уже заглядывала сюда и удивилась тому, насколько плотная консистенция внутри банки. То есть вот он даже не льется. Посмотрите, я банку нагибаю и он остается прямо как студень. А ведь я не использую ни загустители, ни какие-то другие средства. Только молоко и закваска и больше ничего. То есть мне кажется, что продукт удался на славу. Потому что мы привыкли к качественной мацони оценивать вот по его крепкости. Он не должен быть жидким, он не должен оттекнуться на разные фракции. Он должен быть именно такой вот настоящий. Поэтому я рада, что Владимир Мастеров в свое время посоветовал мне эти закваски от Багздрав. Я ими, ну, нужно сказать, очень и очень довольна. И давайте попробуем переложить в стаканчик небольшое количество мацони и попробовать. Вы знаете, что я молочные не ем. Но для своих домашних я решила сквашивать натуральные мацони. Потому что они любят именно на молоке. И посмотрите, просто стоит в ложке кусок настоящий. Прямо густа, густа получилась масса. Вкус очень нежный, приятный. И вот эта вот молочная густота. На мой взгляд, то, что надо. Да нет излишней кислинки. Нет никакой горечи. Есть только приятный кисломолочный аромат и вкус. Друзья, мне очень понравилось. Вот для тех, кто употребляет до сих пор молочное, уж лучше вот такой вот натуральный йогурт или мацони, или какой-то другой кисломолочный продукт собственного производства делать. Для того, чтобы вот замазывать, например, салаты вот этим вот продуктом. Для того, чтобы пить его в качестве пробиотика натурального. Хранится это все в холодильнике, ну, трое суток точно. Я думаю, дольше он и не простоит. И вот деткам или кому-то, кто так и так употребляет продукты молочные, лучше все-таки это, чем цельное молоко не сквашенное. Ну, я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Обязательно жду ваших комментариев, жду вас в других своих видео. До новых встреч. Пока-пока.